Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как вас взламывают. Как взламывают вашу электронную почту, социальные сети, а также ваш компьютер с некоторыми программами. Поехали! На данный момент в мире очень много угроз, в том числе сейчас и компьютер может быть для вас угрозой, потому что нынче очень много мошенников, которые пытаются взломать все то, что я уже перечислил, и получить доступ к какой-то полезной для мошенника информации, дабы потом заработать, естественно, денег. Сегодня я сделал это видео, потому что в последнее время мой компьютер, также мою почту, мои социальные сети очень начали закидывать какие-то мошенники, которые пытаются взломать, получить доступ к моему компьютеру, получить доступ к моей электронной почте и получить доступ к моим социальным сетям. Зачем это все делается? Делается это только ради того, что мой компьютер имеет определенную ценность для злоумышленников, а также мой контакт, мой YouTube, они тоже довольно уже продвинулись, и, соответственно, их имеет смысл сейчас взломать, например, для перепродажи или для того, чтобы вернуть мне обратно. Но, само собой понятно, взломать меня не так-то просто, потому что как раз я этим и занимаюсь. Я занимаюсь тем, что помогаю людям избегать вот таких ситуаций, когда вас взламывают, когда вы заражаете ваши компьютеры вирусами, ну и все в этом духе. Поэтому я решил сегодня показать, как меня пытаются взломать. Естественно, все показать я не смогу, потому что есть некоторые нюансы, и, опять-таки, для моей безопасности кое-что показать не удастся, но рассказать я расскажу все. На данный момент сейчас есть несколько типов взломов, что социальных сетей, что почты. То есть, если зломышленник может получить доступ к той почте, к которой привязаны какие-то аккаунты, вот, например, банковские счета и так далее, то у него уже намного более развязаны руки, и он уже может что-то у вас украсть, в том числе даже деньги перевести с вашей карточки или с ваших каких-то счетов, где они находятся на каких-либо аккаунтах. Ну или в моем случае угнать мой канал, угнать мою почту, которой очень много чего интересного привязано. И есть несколько способов угона. Первый способ, это сейчас на данный момент один из самых распространенных, это фишинг, когда вам присылают, например, на почту сообщение о том, что, мол, да я вот даже сейчас вам это дело покажу. К примеру, вот тут есть очень много писем, это моя почта, ну, почта корпоративная, грубо говоря, так. Можем взять. И здесь вот, например, есть сообщение якобы от Mail.ru о том, что наша почта добавлена в черный список. Давайте откроем это письмо. Посмотрим, с виду вроде бы от Mail.ru прислала это мне сообщение. То есть ничего такого сверхъестественного нет. И якобы Mail.ru мне сообщает о том, что, уважаемый пользователь, вами было отправлено письмо, получатель отметил его как спам, ну и так далее. В том же духе, мол, типа, ваш ящик будет заблокирован. Таким образом, мне нужно нажать кнопочку подтвердить, чтобы мой ящик разблокировался якобы. Но на самом деле разблокироваться ничего не будет. На самом деле это даже не сообщение от службы поддержки Mail.ru. И чуть-чуть дальше я расскажу, почему. В данном случае это фишинговое письмо, которое выполнено очень-таки неплохо, с Mail.ru.ru. Но есть одно маленькое но. То, что данное письмо ведет на фейковую, совершенно фишинговую страницу, на которой мне предложили бы ввести логин и пароль от моей почты. Но, если честно, это совсем идиотизм. Но вот, кстати, на такое письмо я чуть ли не повелся. То есть, в принципе, я знаю, что такое фишинг. В принципе, я знаю, как выманиваются электронные адреса и пароли с помощью данных вот таких вот писем. То есть, фишинг по-русски это рыбалка. И, соответственно, здесь злоумышленник пытается меня словить, подловить на чем-то. Я вам хочу показать другие письма из той же категории. Вот, например, касационная какая-то жалоба. Якобы на меня какая-то жалоба составлена. Это в московский городской суд, хотя живу я не в Москве. И, типа, мне нужно оплатить госпошлину в размере 450 рублей. И, если присмотреться, то кажется, что здесь прикреплен файл .docx. На самом деле, это нифига не файл. Это просто картинка, потому что тут она полностью вся активна. То есть, по идее, палец вот этот, который вы видите, да, он должен был бы появляться только в случае при наведении вот на ссылку. В данном случае, вот при наведении на пустое место, вы видите, появляется палец. И эта картинка, и, опять-таки, нажав по этой картинке, те, кто хотел бы посмотреть это письмо, они попадают на фишинговый сайт, где им предлагается ввести логин и пароль от почты. И, естественно, эти логины и пароли собирает злоумышленник, дабы потом получить доступ к вашей почте. Еще несколько писем из той же эпопеи. Вот мне прислали штраф ГИБДД по России, что у меня якобы есть штраф в полторы тысячи рублей. И, типа, если в первые 20 дней, естественно, я оплачу штраф, то у меня он, конечно же, будет со скидкой. В принципе, так все и есть. Но, на самом деле, у меня штрафа в ГИБДД России быть, в принципе, никакого не может. Поэтому сразу понятно, что это полнейший какой-то развод. Но есть люди, которые реально могут иметь штрафы по России, по ГИБДД. И, соответственно, они, естественно, нажмут на кнопку штрафа ГИБДД или на какую-то ссылку, которая будет здесь, чтобы перейти на другой сайт и посмотреть, откуда же у меня появился новый штраф. В принципе, очень много вариаций таких писем. За последние две недели мне прислали их, наверное, штук 30. Обратите внимание, я жалуюсь на данные письма. И уже этих писем с каждым днем становится все меньше. Вот, в принципе, с такими ребятами можно легко бороться. И вы от этого ничего не потеряете. А их доменные имена, а также их почтовые ящики будут забанены навечно. И они дальше просто не смогут заниматься своей мошеннической деятельностью. Вот то, что я хотел рассказать о фишинге. Но у меня не только фишинг был в попытке взломать мой компьютер. Меня также пытались подселить на мой компьютер или Мальварь, или Троян. То есть, в данном случае, почему, вот многие очень задают вопрос. Да и видео, в принципе, вы уже предыдущее посмотрели о том, почему я пользуюсь антивирусом. Вот, так вот, я вам хочу сказать о том, что в данном случае на мой компьютер проводятся постоянные атаки. И постоянно то прослушиваются порты для выявления каких-то слабых мест моего компьютера, дабы его попытаться через открытый какой-то порт заразить. То идут уже непосредственно атаки с некоторых злоумышленнических IP-адресов. То есть, это попытки заразить мой компьютер зловредным программным обеспечением, то есть, Мальварем по-английски. Или же подсадить на мой компьютер Троян. Кроме того, мне приходили письма, в которых были доковские вполне адекватные якобы документы, в которых висели Трояны. Но на данный момент я стараюсь максимально безопасно использовать свой компьютер. И даже доковские файлы от каких-то непроверенных источников я запускаю в песочнице. И вдруг выясняется, что там в макросах сидел Троян, который мог попасть на мой компьютер. Причем, антивирус его вычислил только в том случае, когда я его уже открыл в песочнице. И когда он попытался прорваться через песочницу, от до песочницы он его в обычном доковом документе не видел. Но в данном случае мой антивирус ESS Smart Security помогает меня защитить от сетевых атак. То есть, у меня на данный момент защита в плане сетей довольно высокая. И даже профессиональным взломщикам будет очень тяжело взломать мой компьютер. Что еще могут подселять на ваш компьютер? Вместе с Троянами могут подселяться кейлогеры, которые будут собирать полностью всю информацию, которую вы вводили с клавиатуры, дабы украсть опять-таки логины, пароли, украсть ваши какие-то личные данные. Используя логины и пароли и личные данные, злоумышленник может, например, зарегистрироваться где-нибудь на официальном банковском сайте, к примеру. Зная все ваши полностью личные данные, он может сделать так, что ему будет доступен интернет-банкинг ваш. И с помощью интернет-банкинга он может с вашей карточки списывать или тратить с вашей карточки деньги, куда, в принципе, ему заблагорассудится. Следующий момент, как взламывать людей, это социальная инженерия. С социальной инженерией все на самом деле просто. Очень много людей используют пароли, например, с датой своего рождения или с именем там своей кошки, собаки и так далее. Ничего сверхъестественного люди не придумывают. Тот использует что-то очень-очень простое, что можно выяснить, просто зайти к любому человеку, например, в ВКонтакте, в Однокласснике, в Фейсбуке и посмотреть его личную информацию. Те, кто эту информацию не скрывает, злоумышленник знает, когда вы родились, кто у вас там мама, папа, брат, сестра и так далее, если вы реально указываете, кто у вас реальные сестры, где вы жили, в каком городе и так далее. Зная эти данные, во-первых, можно быстро подобрать пароль, во-вторых, можно использовать эти данные, например, для оффлайн-атаки, к примеру. Вам звонят якобы из банка, говорят, здравствуйте, там Иван Иванов, вы вот имеете счет в таком-то банке, на данный момент у вас по счету там задолженность. Для того, чтобы мы могли узнать, какая именно сейчас задолженность и как решить эту проблему, вы должны нам предоставить, к примеру, ваше секретное слово или ваш секретный пароль. Или же, например, предоставить номер карточки, дата его и ЦВВ-код, который с обратной стороны находится. Ну, в общем, применений очень на самом деле много. Социальная инженерия – это просто когда вы сами рассказываете свои пароли злоумышленнику. Злоумышленник может, например, даже взломать вашего друга, написать вам с целью, к примеру, ой, я там что-то где-то напортачил, помоги мне, вот ссылочка там. Или зайди, посмотри мои новые фотки там. Или вот фотки с моей свадьбы, зайди обязательно по лайкай. Человек в социальной сети нажимает на такую ссылку, опять-таки, или попадает на фишинговый сайт, на котором, опять-таки, у него вымучиваются, можно так сказать, логины и пароли от его социальных сетей. Или же человек попадает на какой-то сайт, который заражен и который может заразить, к примеру, браузер. Очень есть сейчас много мошеннических сайтов, при нажатии на ссылку вы попадаете на такой сайт, и этот сайт с помощью JavaScript ваш браузер заражает. Еще иногда бывает даже устанавливаются дополнения, которых вы лично сами не устанавливали. И потом эти дополнения работают на злоумышленника. Во-первых, ваш компьютер становится частью ботнет-сети. Ваш компьютер бот, вы можете даже не знать о том, что ваш компьютер заражен, вы можете даже не знать о том, что ваш компьютер может использоваться. И таких компьютеров есть тысячи, десятки, тысячи, сотни, тысяч, миллионы в разных ботнет-сетях, разное количество компьютеров. И следующий вариант, когда вас могут взломать, это обычный просто перебор паролей. К примеру, если злоумышленник знает ваш логин, то ему можно просто, постоянно меняя пароль, его подбирать. Опять-таки, по теме ботнет-сети, то есть ботнет-сеть это большая сеть зараженных компьютеров. Владельцы этих компьютеров даже не знают, что их компьютеры заражены. Но эти компьютеры, имея подключение к интернету, каждый из них может в определенный момент подключиться к какому-то онлайн-серверу или онлайн-сайту. И, соответственно, вбить какой-то один пароль. И когда таких компьютеров тысячи, миллионы и так далее, то большие группы, которые имеют много ботнет-ресурсов, они могут даже, в принципе, перебором паролей подобрать пароль к вашему аккаунту. Потому что у них имеются миллионы компьютеров с разных частей света. И даже на очень защищенных, крутых сайтах, в социальных сетях и так далее, есть возможность просто использовать подбор пароля. Да, там есть свои защиты, эти защиты обходятся. Все это сейчас работает на грани. Конечно, на словах не все так понятно, как может быть. Вот, просто обязательно пересмотрите данное видео несколько раз, особенно если вы уже неоднократно на это попадались и попадаетесь снова. Вот, потому что, ну, на данный момент безопасность одна из самых важных частей нашей жизни в интернете. И обязательно проверьте ваш компьютер на наличие в нем вирусов, а также мальворей, потому что, возможно, вы даже и не знаете о том, что ваш компьютер заражен. И желательно, чтобы компьютер был чистый. Еще хочу рассказать о том, как взламываются вообще компьютеры и программы, непосредственно ваш компьютер, как могут взломать. Да очень, на самом деле, легко. Сейчас в руязычном интернете очень много различных пиратских игр, тех же самых программ, той же самой винды и так далее. Все пиратское, мол, качай, бери, бесплатно, все, ты можешь использовать. На самом деле, большинство пиратских игр, большинство пиратских программ, ну, все, в принципе, все пиратские продукты, они не просто так вам дают их и бесплатно делают. Зачем им это делать? То есть, вы должны подумать с другой стороны. Вот, если бы вы были пиратом, вы бы давали, вот вы сделали, там, например, взломали игру, взломали программу, вы бы давали ее бесплатно для распространения другим людям. Смысл от этого? То есть, смысла никакого нет. Есть другой смысл. В этих программах, скорее всего, чаще всего, есть тренны, есть мальвори, есть кейлогеры, которые ведут скрытую активность на вашем компьютере, никак себя не показывают. Вы о них совершенно не знаете. Даже когда вы проверяете антивирусом, да, антивирус показывает на креке, говорит, что, мол, там есть какая-то зараза. И на самом деле, есть два варианта. Там, на самом деле, может и нет никакой вообще, в принципе, заразы, но это очень редко. Есть второй вариант, когда есть взлом для игры, но помимо взлома, в том же самом креке используются еще некие модули для того, чтобы собирать статистику о вашем компьютере. Открывать порты на вашем компьютере, блокировать антивирусную активность на вашем компьютере. Ну, очень много вариаций на эту тему, дабы получить доступ к вашему компьютеру и к вашим личным данным. Эти все данные собираются. Те же самые компьютеры, на которых используются пиратские игры, они чаще всего являются частью ботнет-сетей. И, скорее всего, если у вас много пиратских игр на компьютере, скорее всего, ваш комп является частью ботнет-сети. Но вы об этом даже не знаете, вы об этом даже не подозреваете. Потому что вы сделали все, чтобы вы запустили пиратскую игру с креком и она работала. Вы отключили антивирус, чтобы он не удалял крек. И, естественно, игра работает, вам все нравится, вы ничего не замечаете. Те, у кого слабые компьютеры, они могут замечать проблемы с производительностью компьютера из-за вирусов. Потому что вирусы ведут свою деятельность. А на эту деятельность тоже нужно, естественно, расходовать ресурсы компьютера. Вот так вот вас взламывает. Кроме того, на очень многих сайтах частенько люди нажимают не по тем ссылкам, куда они хотели нажать и скачать именно то, что они хотели. На многих сайтах сделано так, что вокруг нужной ссылки есть очень много рекламных блоков. Бывает даже такое на моем сайте. Но у меня очень чистая легальная реклама от AdSense. На других же сайтах это тизерки и так далее. И проблема в том, что человек просто не попадает по нужной ссылке и может клацнуть на рекламное сообщение и скачать то, что он вообще, в принципе, качать не хотел. Да, сразу скажу, бывает такое и на моем сайте. Это я сейчас стараюсь исправлять. Но так как Google большая неповоротливая машина, то с ним тяжело бороться в этом направлении. Делается для этого все, поверьте мне на слово. На других сайтах, возможно, тоже делается все, но есть даже некоторые сайты, у которых кнопка скачать оригинальная, где именно то, что вам нужно. Просто тупо со всех сторон облеплена реклама и вы можете увидеть там тоже кнопку скачать и скачаете, амиго установите и так далее. То есть очень внимательно смотрите на тех сайтах, на которых вы что-то качаете, куда вы жмете и что вам непосредственно качается после того, как вы нажали скачать. То есть проверяйте по названию файла, тот ли это на самом деле файл. Кроме того, на многих вредоносных сайтах специально некоторые файлы просто маскируются под то, что вы хотели бы скачать. На многих вредоносных сайтах, к примеру, exe-файлы маскируются под торренты. Уже дошло до того, что картинки, музыка и фильмы маскируются. На самом деле это все exe-файлы. К примеру, вы хотите скачать какую-то понравившуюся вам песню, заходите на первый попавший сайт, там написано скачать песню. Вы нажимаете скачать песню, но у вас скачается формат не mp3, а почему-то окончание у файла идет .exe. И при двойном нажатии на этот файл вы сами его естественно запускаете. Так вот как раз от тех, кто говорит, что антивирус использовать не нужно, он не нужен, он жрет целую кучу компьютерных ресурсов и что ничего от ничего не спасает. Вот в таких случаях, когда вы скачали какую-то реальную заразу в exe-файле и вы пытаетесь его запустить, антивирусы нормальные, вас спасут. Нормальные это какие? Asset Smart Security, Касперский, платный AVG. Ну и в принципе все те антивирусы, о которых я рассказывал в одном из моих предыдущих видео. Будьте внимательны, потому что ваша невнимательность приводит к тому, что вы заражаете ваш компьютер, вы отдаете ваш компьютер для использования злоумышленнику. Вы об этом можете даже и не знать, радоваться жизни, как будто вы скачали пиратскую игру, классно вы в нее играете. Еще момент, если скачиваете пиратские игры и в них играете после того, как вы ее прошли и завершили, я рекомендую по крайней мере сам Крек взять, заархивировать его и добавить в парольный архив. Тогда действовать этот файл никак не сможет и возможно вы перестанете быть частью ботнет-сети. Вот такие вот знания, которые я вам сегодня решил рассказать, передать. Надеюсь, видео вам было интересно. Надеюсь, что вы будете внимательны, будете проверять все то, что я вам сегодня рассказал. Не вестись на различные письма, ни в коем случае, если вдруг вы что-то получили. Ну и если вам будет интересно, у данного видео будет более 3000 лайков и много комментариев, тогда я сделаю видео о том, как определять фейковые письма, как определять фейковые ссылки, по которым ни в коем случае нельзя жать и ни в коем случае ничего, нигде, никогда, никаких своих данных не вводить. Ну а на этом я заканчиваю видео. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, обязательно делитесь данным видео со своими друзьями, потому что возможно это видео поможет им спасти их компьютер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok